Мы достигнем успеха, неважно какая наша экономика, как наша экономика сейчас выглядит, неважно какое наше общество на сегодняшний день, но мы верим Господу, что через нас, через наши гражданские ответственности, через наши гражданские позиции и активности, через то, что мы найдем свою землю, мы найдем свое призвание, и мы будем копать нашу землю, мы будем возделивать свою землю, мы будем работать, Мы будем трудиться, мы будем служить Мы верим, что Господь поднимет нас Мы достигнем какого-то успеха Наша страна возродится И это нормально Когда по-обычному Извините Дух сейчас меня прибывает Есть мужчина Где-то здесь, в этой стороне зала У вас большая Такая неприятная проблема по мужской Я не хочу подробностей Простаться, но вы знаете Положите руку на себя сейчас Есть другой, так же, с этой стороны Тоже, который думает, что я о нем говорю Но не о вас, потому что у вас другая проблема И та проблема, которая у вас есть Это опухол, тоже ближе к этому Но я говорю о другом еще человеке Который сам знает о чем я говорю Который непосредственно по мужской И так же вас, тоже Бог исцелит Который имеет опухол Как бы в паху Поэтому положите руку на себя именем Иисуса Прямо сейчас Я проклинаю Эту болезнь В этом мужской счастье Я провелываю сейчас А так же в этом зале Где бы вы не были Если у вас подобная болезнь Положите руку на себя Мы проклинаем Всякое дело дьявола Мы провелываю Мы провелываю Дела Чтобы всякое болезнь Ушло С вашего тела Чтобы здравия Божье Памазание Духа Святого Пронзило эту болезнь И принесло Пурно Ушли этой ногой Этими ногами Колено Какие-то у вас там Кости Проблемы Именем Иисуса Расширение вен Господь Силает вас Прямо сейчас Если у вас Проблема в голове Давление в голове Какое-то У вас Какое-то Давление Нездоровье в голове Господь Силает вас сейчас Если у вас Человек У кого проблема Но вы страдаете От нехватки Кажем 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 И из-за этого У вас зубы Какие-то Проблемы С зубами Разрушаются Ваши зубы Положите руку На тебя Господь Прикасается Кажем 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 А также Я вижу Женщину У которой Очень большая Неприятность По-женски И все Связано С той Трубой И так далее И даже В такое Впечатление Что Либо Выразить Ну Выразить Ваше Женское Участие Или Что-то Подобное Это Угроза Такая Стоит Поэтому Положите Руку На себе Именно Иисуса Именем Иисус Пускай Сила Божья Сейчас же Восстановит Все 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 Немножи Болезни Удалитесь Вон Насегда Боже мой Я не понимаю Что это Такое Потому что Не только Я сначала Видел Правое Плесо Я видел Что это Не только Плесо И даже На счастье Ну Шикар И все Это С правой Стороны Тела Полностью У вас Задавлен И сейчас До сих пор Вас Беспокоит Во имя Иисуса О Иисус Примите Силу Божью На Силе Не Особождение Да Благодарим Тебя Благодарим Да Благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим Иисус И что мы обычно говорим, мы всегда говорим о том, что давайте сделаем то, что мы можем делать, и мы полагаемся на то, что Господь делает остальной, но мы всегда учим, что давайте сделаем, что мы можем делать, и мы ждем потом сюда от Господа, правда ли? И бал перазим, ператим, или бал, бел перазим на английском, это то откровение, которое Господь дал, открывал его рабу Давиду. Давид был в очень сложном обстоятельстве, он был в тупике, можно было сказать, он был в тесненном обстоятельстве, ситуации, положении. Везов, которые предстоит его намного больше, чем его силы и возможности решать эти дела. Он мог что-то делать, но не настолько, чтобы перевернуть ситуацию. Но вдруг, когда его уже окружали, когда он даже уже убежал, он уже спрятался, крепости, филистимляне окружили его. Но Бог ему сказал, он попросил у Господа, что мне делать. Я могу пытаться что-то делать, но эта задача вещь моя. Я могу пытаться что-то делать, но эта проблема больше моей силы. Слушайте, почему-то Бог мне сегодня говорит. Есть много чего, даже, которое Бог сам говорит многим людям делать. И вы идете, пытаетесь делать что-то. Вы знаете, что так нужно делать. Вы знаете, что нужно что-то делать. Нужно что-то менять. Вы знаете, что нужно приложить какое-то усилие. Как вас учим здесь. Но тем больше усилий вы прилагаете, тем больше вы приходите к осознанию того, что это слишком больше вас. Что эти весы жизни слишком больше вас. Что эти трудности слишком не по силам. Что эта задача слишком сложная для вас. Ну, я-то сделаю что-то, но если своими силами, то я могу всю жизнь тратить на это и все равно не видеть результат. А ведь я хочу делать. Я хочу решить эту проблему. Я хочу освободиться от этой бремени. Я хочу действительно совершить это дело во славу Божию. Я хочу решить это обстоятельство. Но явно моя сила не хватает. Такое же положение было и с Давидом. И Бог мне сказал сказать вам сегодня эту проповедь и скажи им то, как это было с Давидом на горе Перасме. Так я и сделаю со своим народом. Поэтому я считаю это стих 21 стих. Что ибо восстанет Господь в этой обстоятельности в вашей жизни. Он восстанет и поможет. И он так поможет, что это будет выше вашего разумения. И то, как оно было с Давидом точно, так Бог собирается это делать для нас с вами. И поэтому он говорит, ибо восстанет Господь, он говорит, скажи им, вот то, что там творилось на горе Перасме, вот как это было на той горе, подобное чудо я и сегодня готовлю, готовлю для них и буду творить. Что же это за гора Перасме? Давайте посмотрим с вами. Вторая книга Сарс. Что за гора Перасме? Вторая книга Сарс. Пятая глава. Откройте, пожалуйста. Потому что вы должны это видеть. Аналоги. Аналоги. Что Бог сделал, чтобы вам понять, что Он собирается творить для вас. Как тебе? Вика, да? Как это я забыл? Анжела. А? Анита. Вот. У тебя как раз балперазин. Валперазин. Твоей жизни наступает. Валперазин. Точно, сто процентов. Это иллюстрация. Это истина. И кто-то еще из вас это ждет. Давайте посмотрим, что же такое, что там случилось на этой горе Перасме. Вторая книга Сарс. Пятая глава. Семнадцатого по двадцать первые стихи. Он не будет нашел? Семнадцатого по двадцать первые стихи. Когда филистинляне услышали, что Давида помазали насосва над Израилем, то поняли все филистинляне искать Давида. И услышали Давида. И пошел в крепост. Он удраус. Потому что проблема противники, врагов, в его уме, он хорошо знает, что сам не справится никак. Но у него нет шанса. У него вообще противник нет. Может быть, в твоей ситуации, может быть, это не враги. Может быть, в твоей ситуации это вызов бизнес. Может быть, в твоей ситуации это не филистинляне. Может быть, в твоей ситуации это вызов личной жизни. Может быть, в твоей ситуации это не физические, вооруженные люди окружали тебя. Может быть, в твоей ситуации это проблема долги или долгов, или в семье, или с детьми, или с жильем. Но это все описывает той же самой ситуацией, когда тебе очень запрятать свою голову в песке какой-то. Когда очень запросто уйти, сдаться, 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 перестать сражаться, перестать надеяться, бросать надежду, осознавая физически по всем показателям, что у тебя шанса нет. Может быть, это с твоим ребенком. Может быть, ты уже все сделал, ты уже спробовал все молитвы, которые ты только знаешь, и становится хуже и хуже еще. Может быть, это с твоим мужем. Это то, что случилось с Давидом. И давайте будем считать дальше. Он пошел укресе в крепости, восемнадцатый стих. А филистимляне пришли и расположились на линии Рефаим. Вот откуда это слово пошло. Даниил и Рефаим. И девинадцатый стих, и попросил Давид Господа, говоря, иди ли мне против филистимляне, предаш ли их руки мои? И сказал Господь Давиду, иди. И многие из вас, ибо я предам филистимляне твои руки. Многие из вас, видно, ходите в перекрестке таком. Продолжать ли мне заниматься этим бизнесом или нет? Или бросать, продать все это дело вообще? Ни на Украине ничего все равно не будет. Мне продолжать пробивать эту дорогу, это дело или нет? Мне продолжать настаиваться, что у меня получится. Бог поднимет меня в этом бизнесе. Прорыв, это контракт, выиграю ли его или нет? С этим ребенком, что Давиду, это дело или нет? С этим мужем, развестись, вовсе, бросать, и воподать, это дело. Жадь, и дады, иди лица. Жадь, и дады, иди лица. И Господь говорит, да, если судить по твоим возможностям, по твоим попыткам, по видимым вещам, да, у тебя конкретно шанса нет. Но если пала газа на меня, как Давид дела, он вопрошал господа. Потому что он уже пугает, что сам, что проиграл. Но если пала газа на господа, то что бог скажет, то и дела, это он. Потому что он понимает, что если Господь ему говорит, иди, я тебе дам успех. Это он понимает, что это уже не он будет стараться, это уже не его борьба будет. Это уже значит, что сам бог будет какое-то чудо делать, сам бог уже какую-то дорогу приложить, сам бог уже сам будет эту ситуацию решать. Так и с вами, бог это вам говорит сегодня. Твое дело только на меня полагается. Твое дело только на меня надеется. Эй, не спушайся, не насыщеруйся. Не даже не полагайся на твои старания. Ты не старался раньше, все, не живо не вышло, не живо не вышло. Поэтому, ты просто не полагайся больше на меня. Пускай твоя вера будет не в твои конкретные какие-то действия, не в твоих стараниях, не в твоих какие-то способностей, не в твоих вкладах, или в какие-то твои молитвы, или какие-то твои дела. Верь моя. И я дам решение. Я решу это обстоятельство. И он говорил ему, иди, я дам тебе победу. 20 стих. И пошел Давид, Ваал Перасим. 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 Какое место? Ваал. Какое? Ваал Перасим. Перасим. И поразил их там. Вот название того места, где Бог тебе отдаст твою победу. Ваал Перасим. Это место твоей победы. И сказал Давид. Давайте напишем буквальную интерпретацию, или перевод, обозначение этого слова. Ваал Перасим. Что оно обозначает? По словам Давида, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мной. Ваал Перасим. Это означает, Господь разнес врагов моих, или проблем моих, или вызовов моих, или обстоятельства моих. Господь разнес обстоятельства моих. Как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал Перасим. Это место, где Господь, как прорыв воды, пробьется благословением на твой путь. И что столько благословения, как поток воды, перекроет тебя, и перекроет это обстоятельство, что больше будет ответа, больше будет больше милости, больше будет решение, которое будет как вода, как поток воды в твоей жизни, что ты забудешь об этой проблеме, которая тебя мучила до сегодняшнего дня. Ваал Перасим, значит, пробит, ну, прорыв воды. Давайте я вам покажу более четкое определение. Откруйте себе Паралюпоменом. Откруйте первая книга Паралюпоменом. Четыринадцатая глава, первая книга Паралюпоменом, четтринадцатая глава, одиннадцатый двенадцатый стихи. Одиннадцатый двенадцатый стихи. И пошел они, вы, куда опять? Ваал Перасим. И вы нашли, нет? Нет? Первая Паралюпоменом, четтринадцатая глава. А? Четыринадцатая глава, четтринадцатая глава. Четыринадцатый. Нашли? Четыринадцатая глава. Одиннадцатый стихи, нашли? И пошли они, вы, ваал Перасим. И поразили их там, Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих, рукою моею. Давайте все мы прочтем следующую фразу вместе. Как что? Как прорез? Чего? Посему и дали имя месту тому, ваал Перасим. Ваал Перасим, напишите, это благословение Божие, которое пробивается и прорывается через, ну, как называется, ну, полтины. Плагословение, которое пробивает плотина, благословение, как прорыв воды. Вы знаете, как прорывается вода и пробивает все, всякая плотина, но плотина в своем пути. Вот. Это Бал Перасим. Это Божие благословение. Это прорыв Божьего благословения. Такой силой, что это как разлив воды, который просто пробивает все препятствия, все обстоятельства, все трудности, все то, что останавливало до сих пор. Это как он бьет его прорывом, с силой великой, пробивает бомб и разливает и разносит все препятствия, которые стояли на своем пути до сих пор. То не попоем, я или не? Твоё место сегодня, Божье Слово для тебя сегодня, это такое. Алло! Чего бы ты ни находился сейчас, какое бы обстоятельство, ты ни находился, какой бы вызов у тебя не был в жизни, как бы твордо эта пружина не стояла, как бы твордо эта плотина не стояла, как бы твордо эти препятствия не стояли, как бы, ну, жестоко сердце бы это не было обстоятельства, как бы высоко тебе не было, не казалось, это проблема, как насколько выше тебе эта гора окажется. О, Господь готовил Вал Перазим, это большой-большой пролив и пробив воды, который пробьет все свои пути и разлиет тебе благословениями с небес. Дай ему славу. Жди его, принимай этот Вал Перазим, принимай, принимай верою сейчас. Духом веры я принимаю для Украины, для этой церкви мой Вал Перазим. Разлив, Боже, благословение, разливай, Боже, пробей, пробей все пружины, пробей все плотины. Это такой мощный пролив благословение, который пробивает все, что стояло на своем пути. Это помазание Божьей во Духа. Это сила Духа Святого, который, какой бы она ни была нерешимой, эта ситуация, какой бы она ни была сложной, эта обстоятельства, какой бы она ни была нерешимой, Бог создает Вал Перазим. Бог создает Вал Перазим. Это движение Бога. Это вмешательство Духа Святого, которое идет огромной и неописуемой скоростью, как вода like a tide every tide of war который двигается скоростью силой и пробивает все преграды своей пути и разливается благословениями это благословение разрешает и покрывает все недостатки это благословение разрешает покрывает все проблемы это благословение разрешает и убирает дороги все плотины и все обстоятельства это благословение приходит оно настолько перекрывает что ты вообще забываешь, что ты мучаешься раньше кто-нибудь слышит меня или нет поэтому он говорит в это Исаия 28 21 что он там говорит это благословение и выстанет Господь и говорит как на гаде перасим как на парасиме как поймите что он говорит он говорит я выстану как парасим я тебе дам валперазм и выстанет Господь для живого выстанет что мы вдвоем благословения что мы рекомендуем не остановим не только тридцать все остановим и изливать разливать все Божьи но все дьявольские прикольные жизни откройте это Исаия 28 у тебя такое красивое имя я постоянно забываю иди сюда альбина как еще раз а нет а нет а нет давайте давайте мы будем считать ибо давайте скажем повторите а выстанет Господь теперь мы будем понимать что он выстанет он выстанет чтобы разливать я вымош на яси лето сила ду я выагроб не бла патока благословения не капле ами благословения друзья а патока мош не патока благословения а иисус а иисус я принимаю божьи макасан дабо боссот паток божьи благословения который разносит сев платина закрывая все пустоты восполняет все недостатки и перекрывая настолько что твоя благословение превращается в поток воды макасан иисус макасан иисус 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 что совершает и совершает все то, что твои молитвы не могли решить сегодня твой день вера, вы принимаете это вера, это рука которая берет от Бога говорит, это мой я принимаю это для моего бизнеса я принимаю это для моего ребенка я принимаю это для моего дела я принимаю это для моей семьи я принимаю это для моего дела провозначай над всякими обстоятельствами над всякими проблемами скажи Бог ваала варасима Бог ваала варасима пусть каево станет твоей жизни пусть каево станет твоей семье молись сестра Анита сестра Анита вот она когда была неверующая была интересная жизнь похожа на мою только она старшая но она успела больше чем я сколько раз была замужем два раза да официально а не официально четыре да вот четыре раза 37 лет уже четыре раза замужем и но у нее одна девушка один ребенок и она очень хотела выйти замуж тоже опять но на порядок начинала человека как люди в мире женщины в мире да она писала в этим знакомым службам знакомым между прочим у нас есть своя служба знакомая в христианской но она еще не была верующая она писала в миску службу знакомые и нашелся откликнулся вот этот вот молодой человек кого вы видели сегодня с утра и что вы думаете она-то была неверующая и он же тоже такой то есть это категория католик но считается себя верующим конечно да и тут бог берет и опережает ее и она покаялась и когда она покаялась а он же приехал это не его первый опыт обычно ты приезжаешь только на то чтобы познакомиться с русскими девушками чтобы посмотреть украинскими чтобы только смотреть на них а смотреть значит переспать конечно ну по полной программе за ночь бывают разные пробки сколько уж да но она бога перед ее она уже покаялась он здесь жил восемь месяцев не один раз они ко мне приходили жаловаться что как это так она собирается выйти за меня за меня ее нельзя трогать причем живем в одной в одной квартире трокомнат ну как это так ну как это что эксперименты у вас в секторе друзья говорит как это так нельзя веселиться женщина или женщина она всего лишь полгода верующие или даже меньше было верующие некоторые из вас которые уже по 2-3-5 лет верующие не надо чтобы с вами мужчина жил в одном полгода один нош даже даже полгода шикват полгода даджи квотит настолько не которые не серьезно и локомен стены они даже пойдут по загарет уже там уже загрешет потому что дук мира сиво и не ши статегон не а а все на ва брошон как то если вы лих о лих как нам полгода в лих и она в дежил а таку и чтобы 6-8 месяцев мужчина жить в одном доме и не загружить. Конечно, он вас мужа, даже когда мне пастору пришел жаловаться. Она говорит, я знаю, что такое мир. Я уже пришла к Богу, и пока ты не будешь такой верующей, вообще не мечтай. И вы знаете, что еще? У него таки спитаны, била. Он не ка куи. Мала тава...